Жительница Иванова стала жертвой телефонных мошенников. Ее обманули неизвестные дистанционные аферисты, позвонили на стационарный квартирный телефон и отрекомендовались сотрудниками Следственного комитета. Ну вот, короче говоря, он представился инспектор Федерального следственного исполнительного комитета. И начал с того, что мы проверяем организации, которые перечисляют людям лекарства, привозят. Вы получали лекарства? Я говорю, получала и получаю до сих пор. Вот сегодня жду как раз курьер. Ну вот. Я говорю, и в чем дело? Далее аферисты попытались реализовать уже давно ими опробованную и успешно работающую схему обмана. Лекарства, которые вы получаете, на самом деле не полезны, а очень даже вредны. В этом они попытались убедить пожилую женщину. А в том, что лекарство для суставов, забыла его название, потому что это было давно, вот, в котором присутствует, во-первых, наркотик, который успокаивает якобы суставы. И во-вторых, там найден токсичный элемент, который не лечит суставы, а наоборот их разрушает. Я говорю, да не может этого быть. По словам ставшей жертвой аферистов бабушки, их телефонный разговор был очень долг. Мошенники, как могли, обрабатывали жертву, стараясь ее убедить в том, что за вредные лекарства ей теперь полагается компенсация. Мы долго очень с ним разговаривали, очень долго. Я говорю, нет, я в это не верю. Я говорю, а что дальше? А дальше что? Вот эти три организации, мы у них заблокировали счета и перевели их на один общий счет. Чтобы не отдавать эти деньги в госбюджет, мы решили их раздать пенсионерам. А вы там в списке числитесь. Компенсация – это хорошо, так рассудила женщина, обработанная аферистами. Тем более, что сумма, которую мошенники ей пообещали, была весьма приличная. Я говорю, что еще? И он сказал, что вам причитается получить 916 тысяч. Что вам компенсация причитается 916 тысяч. Я говорю, ну раз причитается, перечисляйте, я не возражаю. Нет, мы так не можем, поэтому надо подумать, как это перечислить. Я говорю, ну хорошо, думайте. И отключились. Увеличив сумму компенсации почти до двух миллионов и припугнув пенсионерку историями о дурных последствиях применения некачественных лекарств, мошенники своего добились. Женщина пошла на контакт и принялась переводить им свои же деньги. Потом еще раз он позвонил, этот Крылов, и говорит, что мы, что оказывается от компенсации один старый пожилой человек уже умер, второй из Петербурга, он оказался предпринимателем, миллионером, что он выписывал лекарства для своих родных, матери и отцу, и еще там что-то он меня назвал. Поэтому у нас сумма компенсации увеличилась. Увеличилась уже до миллиона девятьсот тридцати тысяч. Первые сорок тысяч потерпевшая отдала аферистам легко и беспрепятственно. Судя по всему, ни минуты не сомневалась в том, что имеет дело с преступниками, но деньги на указанный ими счет все-таки перевела. Они, значит, еще меня предупредили. Только вы никому еще не рассказывайте, потому что могут вам сказать, зачем вы эти деньги перечисляете. Я говорю, ну, 40 тысяч вроде бы не деньги. Вот, большие уж так. Но для пенсионеров, может быть, и деньги. Вот. Ну, как говорится, рискнуть можно. Перевела. Следующая сумма, которую вознамерились получить телефонные мошенники, слегка обескуражила женщину. Как ей объяснили аферисты, такова стоимость услуг курьера, который и доставит ей в скорости два обещанных миллиона. И что нам нужна страховка от вас, чтобы к вам действительно машина приехала. Да, и он назвал сто двадцать тысяч. Я обалдела. Я говорю, а за что сто двадцать тысяч-то? А за то, что вам привезут миллион девятьсот тридцать тысяч. Вот. И что вам эти деньги вернутся вместе с этими деньгами. Они будут в отдельном конверте. Нам это нужно для страховки. Ступившая в плотное общение с аферистами женщина по собственному признанию была уверена в том, что имеет дело с мошенниками. Пояснила она потом сотрудникам полиции. Играть так до конца. Вы не заподозрили, что это могут быть мошенники? Я им сразу сказала, что они мошенники. Но они меня убедили, что они такие честные люди. Говорю, мне стало очень интересно. Вы так мне все это доложили, и Крылов, и вы, что я немножечко воверю и не верю. Но все-таки хочу доиграть до конца. Отправившись на почту для того, чтобы перевезти мошенникам деньги, пенсионерка встретилась с еще одной старушкой. Она так же, как и наша героиня, переводила деньги все тем же самым мошенникам и на то же самое имя. Значит, а ко мне девушка-оператор пристала. Зачем вы переводите, кому что переводите, то все, пятое и десятое. Ну, что-то я ее, в общем, наговаривала, наговаривала. И в это время приходит на главпочтам бабушка, но без палочки. Значит, и тоже переводит, а я пяну. И наши эти две позиции меня еще не оформили, а в это время приходит другая. Но она пришла к другому окошку, а не к этому, где я оформлялась. И они в результате соединились. И тут они за нас как наехали. В стремлении перевести деньги мошенникам обе старушки проявили совершенно дикое упорство. Работников почты, которые на самом деле пытались их от мошенников уберечь, они обвиняли в неоправданном на них давлении. Зачем вы, Репина, представляете, кто он для вас такой и прочее, прочее. И вышел к нам служба безопасности главпочтам. Короче говоря, нас с этой бабушкой очень хорошо прессовали. И я-то, в общем, как-то сказала что-то такое, не помню для чего. Сейчас уже вот не помню, потому что мозги уже настолько были загружены. А бабушка сказала твердым, что хотите, то и переводите. Кто он такой, Репин? Не скажу. Кому вы переводите? Не скажу. Ну, а я знала, что я играю, поэтому я рассказала правду. И они мой счет заблокировали нашли. А бабушка перевернулась и ушла. Отправить деньги мошенникам в этот день героиня нашей криминальной истории так и не смогла. Почтовики, понимая, что аферисты пытаются ее обобрать, просто заблокировали ее счет. Но решившая, как она сама говорит, поиграть с преступниками, бабушка своего таки добилась. Китанцу и забрали, деньги вернули. Но я, как умная Маша с вымытой шеей, поехала в другую почту, на нашу Лежнискую, где магазин Лотц, ой, кинотеатр Лотц. И там я перевела безо всяких этих самых. Там уже сотрудники не интересовались, куда вы переводите. Как говорит полицейским женщина, всю суть аферы она прекрасно понимала. Жертвой стать согласилась добровольно. И принимала происходящее с ней как забавную и чрезвычайно увлекательную игру. Я тогда там лежала 700 тысяч с чем-то. Думаю, ладно, 300 сниму, знаю, что меня все равно где-то с этими деньгами... Это самое. А 400 останутся на счету. Вот так играючи и совершенно добровольно пенсионерка отдавала деньги мошенникам, понимая, что обратно она их не получит. С этой ее игрой не согласились работники банка. Денег клиентке не дали и вызвали сотрудников полиции. Короче говоря, они меня мурыжили, мурыжили. Сейчас мы вызываем полицию. Ну, я сижу там на кресле, хорошо, тепло. Улыбаюсь, потому что мне это уже смешно. Ну, ладно, говорю, раз вы это заблокировали, денег мне не дали, пойду-ка я домой поеду. Не дождите, мы уже вызвали полицию. Ну, ладно. Сижу. Очень быстро приезжают пять здоровых амбалистых мужиков. Все в форме, показывают мне все удостоверения. Вот. Что случилось? Ограбить банк хотели, что ли? Ну, я смею. Вот так со смехом, шутками и прибаутками пенсионерка перевела мошенникам более 150 тысяч рублей из своих сбережений. Игру, как называет все произошедшее с ней старушка, завершила в полиции написанием заявления о мошенничестве. Сын мне вечером позвонил и говорит, у него уже была ночь. Я говорю, ты что не спишь? Он говорит, я все думаю, куда ты влипла. Я говорю, да вот, хотела поиграть, узнать, как мошенники работают, как они, что говорят, как они подключают других людей. Я говорю, да вот, хотела поиграть, как они подключают других людей.